С ним очень приятно играть было много кому, но вот, видимо, как-то нашли с ним вообще язык, вот теперешний состав МОЗов, не знаю. Ну и там он и заиграл хорошо, Black, и вообще у них всё клеится. Ну, может, просто, это же вообще немецкая организация, в принципе, он и сам немецкий. А чё тут какой-то пик, чё тут заново вообще играет, или чё? Так я думаю, героев-то пикнуть как-то должны. Да? Ну, ладно. Мне кажется, что-то такое. Ну, посмотрим. Не, по-моему, там не должны пикать героев. Да это гон, если это... Так, я сейчас почитаю, конечно, чат. Может, и должны. Я плохо помню, точнее, совсем не помню. Так, Айланд, Квантик, Донфон, Нью Пикс, Сауи, Тэнкзет. А-а-а, понятно. Тут ситуация гораздо проще. Айл, Квантик, согласные. Так же пикнуть, пойти те же лайны. И начать сначала. Вот это лол. Такую эпичную игру запороли. Кстати, чё происходит-то? Никто вроде не отключался от игры, или отключились? Ну, я чё-то не могу понять, если пришли в какой-то дикий лаг и... И все взяли героев сразу, ну, это Баркл. Ну, это да. Антимейдж сказал, блин. Смотри, видишь, они, видимо, поняли, что я спал и решили просто заново сыграть. Наверное. Что бы, типа, я ничего не пропустил? Ну, что такое? Ну, блин. Бог с чемой. Вот что сказать? Вот русские в пабрике какие-то не такие, а вот всякие буржуи, американцы, европейцы, они вот в профессиональной дотике. Такие у них все время какие-то проблемы, они не могут себе настроить, вот, компьютер элементарно. Да не, я вообще удивился. Я когда был в Китае, месяц жили, а с нами там фнатики, жили месяц в Китае, ну, шведы, теперешние CLG, грубо говоря. Вот люди, они всю жизнь играют в компьютер, да? В доту. То есть они постоянно с компьютером, они попали в Китай на китайский Windows, а не в китайском Windows, потому что там все по-китайски, не могли панель управления найти и так далее. Вот как это вообще возможно? Не знаю. Ну, как-то вот есть какие-то странности, мы прямо очень сильно удивлялись, потому что, ну, если ты все время с компьютером, ну, ты же помнишь, как выглядят ярлыки КВИ там, да, как, все вообще, где находятся. Они вообще ничего найти не могли, мы им там помогали. Интересная ситуация, решили сделать, ну, там ситуация настолько равная, видимо, была, что они подумали-подумали, ну, непонятно, чем все это. Когда это кончится, решили начать заново. Ну, логика антимага и кампании какая? Ну, сделаем то же самое, только не дадим Рэмпельш Марфу, потому что они там сами залезли за Тауэр и все сдохли. Логика ребят из Квантик, видимо, ну, не дадим ФБ антимагу и будем поаккуратнее играть вначале, потом опять выйдем на Марфе. В общем, чья логика, вернее, не знаю, да и непонятно, кто бы там вел. Тут посох Фуры, ну, так он сияет. Это, короче, посох Фуры, это еще ладно. У него есть посох, который выглядит, как этот цветок такой большой, видел? И красненьким светится или как? Я не помню, не, он какой-то синий. Это просто забей. Я когда увидел этот цветок, меня реально на смех пробрало. Он просто огромный. Чего они не играют? Там все три чата синхронно разорвало решением команд. Просто... Я не знаю, что они не играют. Повторно подключился к игре Profit. Музыка приостановила игру. Я написал Dota, потому что реально задолбался. Это вообще уже все зрители привыкли к тому, что игра по Dota никогда не начинается вовремя. Только один раз я помню, что две команды прям вот прям пришли четко-четко, игра началась вовремя. Один раз даже за две минуты до положенного времени это вообще было. Ну, это нонсенс, да. Да я все время шучу, когда захожу в игру за пять минут до этого, например, до времени, когда оно должно начаться. И смотрю, а в игре все, короче, игроки. И я тебе пишу, что, ооо, ребята, у нас есть шанс перевернуться в StoryDota и начать игру вовремя. Но она все равно не начинается вовремя. Потому что даже если все везде готовы, то настолько уже как-то закорнилось в голове всех, что там опоздать на пять минут сначала, на десять, пятнадцать, это вообще не цифры. То есть 15 минут задержки игры в Dota это не задержка. И это все вообще, типа, ну, нормально, как бы. Это ты еще рано начал. То там админы начинают рекламу какую-то включать еще на десять минут. Потому что думают, а что-то так рано пришли, значит, можно и рекламу тут подбануть. Пока они включают рекламу, кто-то апп уходит, и в итоге... Так, у нас... Смотрю на расстановку, пока не понимаю. Судя по всему, как-то... Да нет, так же пока что. Тайт идет в пенек. Тайт с Морфом идут вниз. Лешрак будет играть Мид с Shadow Demon и с Алара на VR-ке топ. Пока непонятно, что у АЛ. Но они такой же варшер запидают. Кстати, у Квантик же замена. Да, у них нету Майки здесь. Вместо Майки Матрим играет. Матрим это один из тех ребят, которые играли... Играли в MTV в том самом составе, который выиграл DreamHack. А вот этого я, кстати, не знал. У него еще в ник-нэме Майки написано. Ну, Матрим, Лав Майки, он типа вместо него... Это я просто... Как раз он заменяет. Не смог Майки приехать сюда. Ну, не знаю, сильно ли это скажется на их игре вообще. Но Майки весьма опытный, достойный такой саппорт, который хорошо вписывался в Квантик. Ну, судя по всему. Как пишется Матрим, Сейчас посмотрим, собственно говоря, как он тут пишется. На Миди Бист против... Ага. Да, абсолютно те же. Они же те же лайны. Не, я понимаю, так я же не видел. Да, да, да. Я просто еще подумал, так же они станут, не станут. И не так же, а потом понял, что они же не могут меняться лайнами. Они же условили, что те же лайны... Да, да, это всегда так. Есть такое условие, мол, те же линии, те же артефакты. Настолько услов...